Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, потом с вами дадим комментарии, обсудим эту историю. Здравствуйте, Галина! Решила добавить вам мою историю в копилку. От темы о Турции о турецких мужчинах я уже давно отошла. По какой-то случайности наткнулась на ваш канал на YouTube и начала вас смотреть. Помимо того, что на вас приятно смотреть, но еще и приятно слушать. Вы можете говорить по делу, правильно, без лишней воды. Горжусь, что в Турции живет такая ухоженная, умная, интересная русская. Спасибо. Так вот, моя история. Я не про турка, абьюзера или несчастную любовь. Скорее, эту историю я бы называла дежавю или почему я притянула похожего турка. Я в разводе. Чуть больше 40 лет. Есть дочка, живу в Санкт-Петербурге. Высшее образование. Читаю литературу по психологии. Учу языки. Стараюсь всесторонне себя развивать. Месяца 4 назад мой знакомый посоветовал мне рискнуть флиртовать с мужчинами. Зарегистрироваться на сайте знакомств. Ну, ты же такая клевая, сексуальная. Затухнешь без мужского внимания. Я не стала регистрироваться на дейтинг-сайтах. Может, дейтинг-сайтах. Ошибка тут не могу понять. А решила потянуть свой английский на сайте по обмену языками. Ну, и так понеслось. Стали писать. В основном, конечно, это были турки. Вот там я познакомилась с турком-киприотом, который жил в Мармарисе. Работал в спортивном университете. Преподавателем. Есть так своя квартира. Собирался построить дом. Зарплата в 2000 долларов. Все прилично. В разводе уже где-то 3 или 4 года. У него есть дочка от брака. Ей 12 лет. Перешли общаться в Телеграм. И там начались наши виртуальные отношения. Очень много раз спрашивала моих бывших. Сколько их было? Как? Почему расставались? Я постоянно говорила, что это прошлая личная информация. И не хотелось бы это вспоминать. На мой вопрос, почему же он развелся со своей женой? Он коротко отвечал. Мы с ней разные. Все время общение меня не покидало чувство, что у меня уже такое было. И мужчина, подобный такой же в разводе, и ребенок от первого брака, также приглашал к себе. Но сам не хотел приезжать. В 2011 году на сайте знакомств впервые в своей жизни я там зарегистрировалась. И у меня там завязались отношения с красавцем-турком. Образованный он с юмора, интересный, не пошлый. И вот я уже сам билет купила. Прилетела. Первая к нему в Стамбул. Ему было тогда 40-41 год. Он жил с мамой. Мне бы уже тогда подумать. Он пригласил меня к себе, когда мама уехала в Бодрум на летнюю дачу. Я не видела этих нюансов, а стоило бы обратить тогда внимание. Не потеряла бы свое время и деньги, так как все билеты покупала я. Через год я опять полетела к нему. Он сказал, что потерял свою фирму. Он владел фирмой по растаможке. Говорил, что у него денег нет. Я, наверное, его поэтому брошу. Но мы же русские женщины-спасательницы. Я клялась, что люблю его и без денег. Долго описывать не буду. Но после второго визита я поняла, что что-то не то. Как потом оказалось, он за моей спиной познакомился с украинской девушкой в Крыме. На Новый год ему друзья подарили билет в Крым, чтобы он съездил развеяться после потери фирмы. Через год после нашего расставания он на ней женился. А через пять лет уже развелся. Так вот, с новым турком-киприотом подобное приглашение приехать, что очень ему нравлюсь. Больше он ничего не хочет. Почему-то опять в Стамбул я ответила, что к мужчинам не езжу. И это не мое амплуа. И Стамбул, вообще-то, я уже видела и не раз. В общем, не интересно мне это. Себе сказала сама, что опять на эти грабли не наступлю. Началась долгая переписка о чем? Дошло до того, что он постоянно писал, что я ему нравлюсь, спрашивал, не хочу ли я посмотреть его голые фотографии. Я постоянно говорила, что мне неинтересен виртуальный такой роман, такие отношения. Он клясал, что ему тоже. Просто я его очень сильно возбуждаю, и он хочет встретиться в реальной жизни. Я часто пыталась перевести разговоры в другое русло. Одна же даже сказала, что хватит, прощай, мне надоели эти скучные и пустые разговоры. Он испугался, стал писать, извиняться, говорит, что такого больше не повторится. Что будет говорить о архитектуре, что он работает летом еще и гидом для иностранцев в Марморисе. У меня вопрос. При зарплате в 2000 долларов, это хорошая зарплата для Турции, подрабатывать гидом в Марморисе, это по-любому зарплата была вранью, потому что на нее, на эту работу не осталось времени. И типа хобби это очень странно. Честно скажу, что у кого есть деньги, он бы этим подрабатывать не стал. Либо это основная работа, быть гидом в туризме, да, работать. Просто сферы его не перекликаются с этой работой, что-то не то. Я имею в виду, скорее всего, он мог бы быть а-ля гидом для туристов, но я имею в виду, он просто окучивает каких-то иностранных женщин в курортный сезон. Его хватило на один день, а потом опять о сексе. И пустые, однобойкие вопросы. Ты сейчас в кровати, а ты голая, и все в таком роде. Все постоянно писал, что купил билеты уже в Стамбул, оплатил отель, ресторан. И я ему писала, хочешь меня увидеть, приезжай в Петербург. Он отвечал, как будто пилил под дурака. Я тебя вежливо приглашаю в Стамбул. Есть такой-то там рейс. Хочешь меня увидеть, приезжай в Петербург, отвечала я ему. Я уже из злости стала в ответ его расспрашивать, хотя не было мне особо интересно. Как оказалось, до меня у него были отношения в жизни с турчанкой, коллегой по работе. Ему 41, а ей 29. Спросила, почему расстались. Сказал, что она была эгоисткой. Я спросила, в каком плане. Он ответил, что думала только о себе, чтобы потом скандалы из-за уборки в доме у них появились и всяким другим бытовым поводом. Я спросила, она просила его жениться на ней. Он ответил, да, первое время просила. Через три месяца общения с ним меня стало тошнить просто от его занудства, от отсутствия юмора в разговорах, постоянной зацикленности на сексе. А когда стал просить называть его My Man, ну, мой мужчина, я решила, что пора расставаться и ставить точки над «и». Вот однажды на его вопрос, как всегда, «How are you? How are you feeling today?» «Как ты себя сегодня чувствуешь?» Я ответила, «Ты знаешь, не очень. Мои работодатели не выплатили мне зарплату на три недели. А мне нужно оплатить аренду квартиры и жить на что-то». Я не просила помощи, тем более денег. Захотела просто посмотреть на его реакцию, предложит ли он мне свою руку помощи. Он спросил, «А ты что, живешь не в своей квартире?» А я ответила, что снимаю, а моя еще строится. Он, «А ты что, суду взяла за квартиру? А когда ты ее выплатишь?» Потом стал задавать вопросы о моих работодателях, чтобы я на них надавила. И в конце написал, «Я надеюсь, что ты найдешь решение этой проблемы». И он перестал писать. «Хотите, чтобы навязчивый турок отстал? То поступайте так же. Успех гарантирован». Вечером я написала, чтобы поставить жирную точку. Настоящий мужчина бы спросил, «Чем я могу тебе помочь в этой проблеме?» А ты даже не задал этот вопрос. Называется «Мой мужчина просто смешно. Прощай». Он только беспомощно написал, «А как бы я мог тебе помочь? Ты же так далеко». На этом он перестал писать. Уже неделю он не пишет. Если честно, мне стало даже легче. Я попалась опять на те же красивые слова. Согласна с выражением, что мужчина говорит делами, но в 40 лет уже чувствуешь этих бла-бла-бла-бла-бла-менов за версту. Буду благодарна вашему разбору комментарием, как психолога, как женщины, уже хорошо знающие турецких мужчин. Я не хорошо знающих турецких мужчин. Мои турецкие мужчины, только мой муж. Так что у меня в этом, простите, опыта никакого нет. И я спросила потом в переписке, собственно, в чем ко мне заключается вопрос. И она написала еще. Да, извините, действительно, вопрос-то, который мне волнует, я не написала. Мне после знакомства с турком, киприотом, получилось ощущение, что я это уже проходила. Все время крутится вопрос, почему я опять влюбилась в похожего мужчину, почему же повторяется все так же. Ведь писали много турков, личную переписку в мессенджере я продолжила только с ним. И опять чувствую, что мужчина хочет попользоваться, провести время, ничего серьезного в голове у него нет. Это ответ, кстати, на ваш вопрос, вы сами написали. Мне нравится это противное чувство, что ему легко провести время. Она больше, и он не способен. И уже складывается впечатление, что большая часть турков именно такие. Однажды я услышала от подруги из Бодрума такие слова. Турчанки мне раздвинут ноги, пока кольца обручального не будет на пальцы. А мой русский доступный, сразу все, пожалуйста. И на ваш женский взгляд, правильно ли я сделала, что так проверила его с вопросом про деньги? Или надо было просто его заблокировать везде, чтобы не продолжать это, не форсировать события? Встречаться просто получается, получается что мне? Встречаться, получать удовольствие. А там типа жизнь покажет? Или уже после трех месяцев переписки, достаточно посмотрев на его переписку, можно все понять? Вы смотрите на это со стороны, вам виднее вся эта ситуация. Спасибо, что нашли время мне ответить. Ой, тут несколько вопросов, да? Сначала о себе вопрос, о том, правильно я поступаю, почему мне такое опять попадается. И вообще потом, в принципе, вопрос, как понимать переписки, когда устанавливать точки над «и», и понимать, есть ли будущее или нет, или он просто попереписываться, пообщаться. Давайте с конца начнем, да? Понимаете, когда мужчина вами заинтересован, не факт, что он быстро предлагает встречи и так далее, это тоже относительно все. У всех некоторые замуж выходят через три месяца, некоторые годами что-то тянут, нормально потом в итоге живут, женятся. Это от отношений зависит от людей, от их травм, чего они боятся, чего бегут, чего ищут. Нельзя это под одну какую-то общую теорию подогнать. Но у всех истории разные. Но одну могу точно сказать, когда вы общаетесь, вот эта переписка и три месяца, хороший срок затронули. Да, я считаю, что два-три месяца это достаточный срок узнать друг друга и договориться уже о встрече в реальной жизни. Вот тут уже вопрос, да, возникает, он меня к себе звал, а ко мне ехать не хотел, у вас же вот эти перетягивания каната начались. Надо условиться, например, в какой-нибудь, я не знаю, допустим, в третьей стране. Каждый сам выплачивает, например, свои билеты, если вам так комфортно, чтобы вы чувствовали тоже, что у него есть затрата. Если у него затраты сравниваются чисто встретить тебя в аэропорту, потратить на бензин, да, деньги, то есть не предлагают купить билеты и так далее, я бы, честно, я бы задумалась об этом, потому что в большей степени, хоть это под какой-то стереотип подходит, но все равно реально, если турок, ему нравится девушка, не конвейер, не просто на хи-хи-ха-ха у него, да, время провести, а серьезно он постарается оплатить билет. Есть даже те, которые оплачивают билеты, когда они несерьезные. О чем мы будем говорить и рассуждать, если мужчина не хочет тратить какие-то лишние затраты, делать, но при этом, ну, как бы, вот в уши лет, что у него все серьезно. Здесь вопрос не экономики, меркантильности, экономии, а здесь вопрос о чувствах. Просто турки и восточный менталитет, такие мужчины готовы к решительным действиям, если им это нужно. Конечно, со стороны сначала три месяца для знакомства, поближе, это, скажем так, должно быть, это нормально узнать друг друга, как вы, так и он, чтобы почувствовать ваш человек. Нет. А когда вы этого не чувствуете, это повод вам к такой колокольчик, что, а может, не надо покупать билеты, ничего вроде такого серьезного не вырисовывается. Когда вам, я бы напряглась, если вам вот этих отношениях на расстоянии, первое, до первой встречи личной, мужчина очень активно, как вам в виртуальные какие-то отношения, секс навязывает, про какие-то голые фотографии спрашивает. Вот это повод задуматься, как вам правильно расшифровать буквальнее фразу этой женщины, знакомой с Бодрума. Многие сейчас могут, кто не любит турчанно говорить, да, они такие-сякие, до свадьбы все они там делают и вот все в таком роде, типа ноги раздвигая, да, уж будем говорить фразами из письма, как там цитатами. Да, это тоже есть, но женщины за это здесь больше спрашивают, вот честно. И в доле, к сожалению, это некрасиво, но признавать, ну, это правда, то, что вам женщина сказала, знакомая, поживя здесь. Если вы чувствуете, что рановато вам начинает предложение такого интимного характера поступать, я бы сказала, что это повод задуматься о несерьезности отношений, потому что этим бы мужчина побоялся бы как минимум на расстоянии, если серьезное отношение, ему женщина, дорого, он побоялся этим спугнуть, чересчур так явно, чересчур в этом давить, что вам пришлось его отталкивать. Да, это тот звоночек, на который бы я обратила внимание, о несерьезности. Да, три месяца нормальный срок, пообщаться, попереписываться, потом уже с ним встречаться в реальной жизни. Если вы взрослый, самодостаточный человек, вам некомфортно, чтобы за вас платили, выбирайте третью страну, где бы он тоже за себя, за свой перелет платил, вы видели его денежную способность, желание, опять же, если он не хочет отрывать свой зад от своего дома, тратить деньги куда-то вообще, в принципе, я говорю, у меня тут курорт, я в Мармарисе живу, приезжай ко мне тусоваться, это тоже несерьезно, это и говорит о том, что человек не хочет напрягаться ради вас, нарушать свою зону комфортно, а вам оно надо? Я, конечно, понимаю, что у Мармарисе это заманчиво, классный, лучше для меня лично курорт здесь в Турции съездить, туда бы неплохо, но вы можете с таким же успехом купить себе тур, поехать в тот же самый Мармарис, отдыхать в свое удовольствие и познакомиться с кем-то, с кем бы вам больше было приятно общаться. То есть, я к тому, что в отношения, в полет, в поездку, встречу, складываемся 50 на 50 хотя бы, или полностью у мужчины больше процент, либо 50 на 50, но не когда вы одна все это тянете. Это говорит о том, что мужчине это не так интересно. Это и показывает вашу большую заинтересованность в этой встрече. По поводу вас, почему выбрали из всех, да, у вас что-то есть, вот я там, помните, отметила, перечитайте еще раз ваше письмо в конце, что вас притягивают мужчины несерьезные, легкие, без развития отношений и так далее. На подкорочке, безсознательно вы выбираете вот таких бла-бла-менов, балаболов, но зачем-то вам это нужно. Зачем, я не знаю. Это знаете только вы, но недостаток был когда-то любви, внимания, тактильного, приятных слов. Вы это добираете через таких мужчин, которые очень красиво говорят. Которые красиво говорят, потом поступками не всегда добирают, да, поступки расходятся с их делами. и может быть, вы не боитесь отношений и у вас хороший в этом плане опыт, но вы любите речистых мужчин, которые красиво рассказывают, которые хвалят, которые повышают самооценку, дают хорошую вам оценку, превозносят вас, называют вас красавицей, богиней и так далее. Все вроде бы классно, но, я опять же повторюсь, таких мужчин не всегда за ними есть будущее, и они серьезно к этому очень всему относятся, просто красиво говорят. А вам еще и нужно дело к красивым словам. На самом деле, просто такой мужчина поднимает вам больше самооценку. И с мужчиной закрытым эмоциональным, не падким на комплименты, на хорошие слова о поднятии самооценки, но который делает какие-то конкретные действия, предложения, они такие мужчины вам менее интересны. То есть, люди вообще, любые, мужчины, женщины, друзья, коллеги и так далее, работа, все, что в нас вокруг окружает, это восполняет наши какие-то потребности, наши желания. Поэтому я говорю всегда, все зависит от вас, что вокруг вас происходит. Если вам такие мужчины нужны с красивыми словами, значит, вы им что-то восполняете. То есть, да, либо от чего-то бежите. Если вы не бежите от серьезных отношений, а прям к ним раскрыты, хотите серьезных отношений, то я прихожу к выводу, такой мужчина восполняет поднятие самооценки. Чтобы такие мужчины от вас, скажем так, отступали, они стали вам не так интересны, сразу это не произойдет. Вам нужно заняться своей самооценкой, ее поднятием. Если даже вы себя очень любите, как ваш знакомый, понимаете, почему вы на сайте зарегистрировались. По совету знакомому, который сказал, без внимания мужчин, вот ключевое, ты зачахнешь. Ты такая классная, веселая, активная, но тебя надо подпитывать мужским вниманием. Ваш знакомый даже это прочитал, поэтому отправил вас на сайт знакомств. Вот оно вам, в принципе, открыть анализ, почему вы такого мужчину выбираете. Вам нужна эмоциональная подпитка вашей самооценки. Здесь вопрос самооценки. Если у вас есть комментарии, что девушке посоветуете поднимать самооценку и все прочее, например, то, пожалуйста, пишите комментарии, она этого и ждет. Я вам что от себя могу сказать, вы можете записаться ко мне на консультацию, мы поработаем над вашей самооценкой, над ее поднятием, поймем причину, в чем там дело. И вы просто то, что добираете через внимание мужчин, можно найти ресурс, чтобы добирать это, пополнять свою копилочку, улучшать свою самооценку, улучшать себя через какие-либо другие ресурсы непосредством мужчин. Я всегда под почту оставляю под видео, пишите ваши истории, такие же, как вот Аноним присылал для разбора видеоответа, либо записывайтесь на консультации ко мне. Если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайк, спасибо за внимание, всем пока!